Академия для меня это то место, которое дало мне большую путёвку во взрослую жизнь. Для меня Академия это прежде всего мои любимые педагоги, которые по сей день продолжают меня поддерживать. За время обучения мне помогли мои преподаватели, которые поддерживали на протяжении всего учебного процесса. Хочу им выразить огромную благодарность, а особенно моему научному руководителю Бульнарию Супову. В этом бесконечном потоке новых знаний очень важно совмещать теорию и практику, что прекрасно удаётся в нашем заведении. В процессе обучения Академия нам давала возможность участвовать в различных конкурсах, мастер-классах, выступать на концертах, на мероприятиях не только в Казахстане, но и за пределами. Мы приехали 31 августа на открытие Академии. И первое впечатление, которое у меня сложилось, это как же это всё грандиозно и красиво, как снаружи, так и изнутри. Я всегда хотела стать профессионалом своего дела, но и представить не могла, что окажусь в классе вот таких мастеров хореографического искусства. Сразу же после выпуска у меня не было никаких планов, так как последовали гастроли в моей карьере. После гастроли через год всё же эти планы оправдались, совпались с тем, что меня назначили главным режиссёром в столичном цирке. И те знания, которые я получила в Академии, я уже их применяла на практике как режиссёр. После выпуска планировала продолжить обучение и поступить на магистратуру, и, конечно же, работать по специальности. Все планы после выпуска совпали. На данный момент я являюсь магистрантом выпускного курса и параллельно работаю по специальности педагогом-хореографом. После окончания я хотела преподавать в ВУЗе, но волю судьбы сегодня я — собственница и руководитель детского творческо-образовательного центра «Уркенленд». Знания, полученные в Академии, несомненно, мне пригодились. Изучение психологии и педагогики помогает мне в работе с детьми и общении с их родителями. Академия мне дала уверенность в себе, что послужила толчком и организации создания специального проекта в театре по позванию «Таня Закулисья», ведущей которой я являюсь по сей день. Во время этой экскурсии я рассказываю о истории театра, истории балета, повседневной жизни артиста и управления центрального этикета. Со своими сокурсниками мы встречаемся довольно часто, учитывая время сейчас. Мы переписываемся в чатах, мы делимся новостями, потому что мы все работаем в одной сфере и часто видимся друг с другом. В Академии, безусловно, нужна ассоциация выпускников, потому что это связь и это общность той деятельности, которую начали в Академии. То есть от студента сделать хорошего специалиста и поддерживать его во всех начинаниях. Хочется поблагодарить вообще всех педагогов, конечно, за их терпение, за их знания, которые они нам подарили, за их заботу, потому что они все действительно, мы видели, как они во время экзаменов, во время Олимпиады очень переживали за нас, помогали нам, как-то давали какие-то советы, то есть не только в плане учебы, но и в плане каких-то жизненных ситуаций. Нам преподавали высококвалифицированные, образованные преподаватели, профессионалы своего дела, педагоги, имеющие большой опыт в сфере преподавания и сценических опыт. Я благодарна каждому из преподавателей, которому посчастливилось обучаться. Я благодарна всем моим преподавателям в академии. Но больше всего я благодарю моего научного руководителя Кульбекова Айгульки Несовну, ну а также Тойану Спановну. Айгульки Несовна вложила в меня не только знания, но и раскрыла во мне интерес к научной деятельности, любовь к науке. Помимо этого раскрыла во мне некоторые новые способности. Также благодарна Тойану Спановну, которая меня всегда поддерживала. Сотрудники академии, они очень сплоченные, они всегда поддерживают нас, даже учитывая, что уже прошло как два года, как я закончила, но мы до сих пор на связи. И, к примеру, могу сказать, что буквально недавно в Академию хореографии приезжала очень хороший специалист в сфере балетоведения, балетный критик Вито Хлопова. И я всегда хотела попасть на ее мастер-классы, на ее лекции. И благодаря Академии нам это удалось сделать. Ровно неделю мы ходили на лекции, и было очень приятно вернуться в стены Академии и снова почувствовать себя студентом. Ну и, конечно же, хочу пожелать Академии хореографии дальнейшего процветания, чтобы ученики и студенты после выпуска прославляли по всему миру школу, полученную в Академии хореографии. Хотела бы отметить, что хореография – это большой труд. И нынешним студентам посоветовать трудиться, работать, пробовать, вдохновляться и не останавливаться. Я счастлива, что получила образование именно в Казахской национальной академии хореографии. И пожелать Академии процветания, удержать планку, выходить на международный уровень. Академия